ВСЕМ НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», — так говорил апостол Павел. И этими словами определил самое главное для внутренней и внешней свободы христианина. Во-первых, всякое дело должно совершаться с пользой для своего спасения. Во-вторых, христианин сам понимает и выбирает, что для него полезно. Здравствуйте! В своем программе «Вторая половина». Свято-Троицкий храм в Челябинске ведет свою историю с начала XVIII века. Свято-Симеоновский кафедральный собор младше почти на полтора столетия. Почему мы сегодня говорим именно об этих храмах? Потому что с ними связаны детство, духовное взросление, встречи и создание семьи наших героев. Клирика Свято-Троицкого храма Иерея Михаила Токмака и его жены, Матушки Марии. Я ходил в этот храм и причащался. Делал это редко. Делал это редко только по послушанию. То есть у нас в подростковом возрасте с мамой был такой договор. То есть она говорит, ну, ты хотя бы ради меня. Раз в несколько месяцев перечестись, не думай, зачем ты. Вот просто сделай как по послушанию. И я делал. А будущую матушку верующая подруга ее мамы привела девочкой в Свято-Симеоновский собор. Мне кажется, все, что только можно было посетить в храме, я посещала. У нас были курсы для чтецов. И две воскресные школы я закончила. Настолько было, наверное, дома пусто, что хотелось свою жизнь наполнить. Наполнить в первую очередь Богом. Мы жили три года в Сочи, когда я родилась. Мы уехали туда, когда еще родители были вместе. А потом мама снова вернулась домой к своим родителям. И с отцом с тех пор отношения не сложились. Мы с мамой жили вдвоем всегда. Но по большей части даже воспитывали бабушку с дедушкой. Это те люди, которые возрастили во мне стержень, которые помогают мне до сих пор справляться со всякими обстоятельствами. Дедушка был кадровый военный. Бабушка всю жизнь рядом. Они прожили вместе 59 лет. Восполнив любимой внучке чувство семьи. Рядом с ними юная Мария ощущала безусловную любовь. Это какое-то базовое доверие миру, что ты есть и ты нужна. В тебе есть определенные таланты, которые ты должна реализовать. И мы тебя всегда поддержим. То есть и сейчас их уже пять лет как нету. Я до сих пор эту поддержку чувствую. К счастью, у нее была поддержка не только дедушке и бабушке. То, что Мария росла при храме, отразилось на всей ее дальнейшей жизни. Это какое-то безусловное принятие, безусловная любовь Бога, которая поддерживала во все сложные времена. И как-то всегда была мысль, что у меня в семье будет иначе. Было внутреннее ощущение и вера в то, что с Богом это возможно. Я пошел учиться в наш вуз Южной России, Государственный университет. Просто, опять же, я не знал, куда идти. То есть я сдал ЕГЭ, я проходил на бюджет на инженерную специальность, учился, кое-как задавал сессии. Но у меня было ощущение, что я просто рыба, которая лезет на дерево. Но я думал, что, может быть, так и есть, взрослая жизнь так и выглядит. То есть мне не с чем было сравнить. Я параллельно стал работать. Все люди были у меня старше. То есть я попал в такое окружение таких уже бывалых людей. И они начали мне подкидывать какие-то книги, тупо эзотерик. Транссерфинг реальности я почитал, там еще что-то. Это был период его духовных поисков. Точнее сказать, поиск своего места в этом мире. Но было ощущение, что его, этого места, нет нигде. Ни на улице, ни в компаниях разных людей, ни дома. Корни все равно лежат так или иначе в семье и в детстве. Если говорить мягко, родители, они оба были темпераментные. То есть жизнь была такая острая с ними. И в силу этого я стремился, как объяснить. Сложно объяснить. То есть я не особо хотел проводить время дома. По первому образованию я лингвист. Особо не было разрешения выбрать с точки зрения родителей, как раз таки мамы. И она тогда сказала такую фразу, вот получи образование, которое точно будет востребовано. А потом делай, что хочешь. И я как-то решила воспринять это как послушание. Ей было еще лет 15, когда она увидела в своем Свято-Семеновском соборе объявление. Приглашение в молодежное православное общество при храме. Наталья говорит, что активная Мария, не раздумывая, присоединилась к компании таких же воцерковленных молодых людей, как она. Жизнь при церкви – это жизнь, в первую очередь, с Богом. И люди, которые смотрят на нее, они смотрят через призму мира. А те люди, которые находятся в церкви, они смотрят на мир через призму Бога. И это такой фильтр, который помогает понять, что на самом деле тебе нужно. Самое главное – понимать, что для твоей души всегда есть последствия, которые будут очень долго тебя преследовать, если ты какую-то чертву переступишь. После собственных красных линий, которые в силу обстоятельств переступал Михаил Токмак, настал сакральный момент, когда он сознательно переступил порог храма. Ему было 20 лет. Я молился, у меня был этап покаяния, я прям четко это чувствовал и видел. Где-то через полгода пребывания в алтаре у меня было ощущение, что Бог меня всецело принял. Это состояние для меня, я же сейчас говорю, у меня уже голос дрожит, стало поворотным моментом, когда я понял, что я буду делать в оставшуюся свою жизнь. А у Марии во время ее юности метаний практически не было. Благодаря встрече со священником, который стал ее духовным наставником, протоиереем Борисом Кривоноговым, благочинным Челябинска. Отец Борис одобрил выбор Марии, когда она познакомила его с Михаилом. Перед этим девушка организовала футбольный матч между молодежью Святосеменовского собора и православной гимназии. Михаил играл за команду противника, но этот матч их познакомил. Я точно сразу понял, что это мой человек на первом свидании. Но я в себе рассудил, что она, наверное, испугается, если я сделаю предложение на первом или на втором свидании. Я решил с этим повременить, чтобы она не сочла меня легкомысленным. Как-то сразу нашли родственную душу друг в друге, почувствовали где-то вот на уровне сердца. Я говорю, Маш, напиши, как ты видишь свою женщину через 10 лет, а я тебе. И одновременно друг другу скинем, чтобы не было ощущения, как будто кто-то под кого-то подстраивает. И вот когда читаешь, я понимаю, что вот это тот человек, которого я искал. Марии было 19, когда они стали семьей. С того времени прошло 10 лет. Глава семьи почти столько же служит в церкви. Сначала дьяконом, вскоре священником. В численном составе семьи тоже произошли перемены. Теперь их трое, как говорит отец Михаил, Миша, Маша и Даша. У нас вообще изначально здесь висел телевизор. И когда дочь начала становиться старше, мы поняли, что мы не хотим, чтобы она была зависима. И поэтому у нас за этой доской дырка от розетки. И вот так вот у нас родилась идея сделать такую доску мотивации для себя. Одна из целей Даши – научиться стоять на балансборде. Кстати, можно сказать, что цель практически выполнена. Сейчас Матушка Мария – помощник благочинного Челябинска, отца Бориса Кривоногова по молодежной работе. Также ведет детскую воскресную школу при Свято-Семеновском соборе, занимается домом и не только. Мое сердце, оно всегда было в храме, оно там и осталось. И, конечно же, из молодежки в то время я ушла, занималась полностью семьей, маленьким ребенком. И потом время шло, она подрастала, и я пошла учиться на психолога. Помог ей в этом муж, который, уже будучи в сане священника, вел прием как православный психолог. Просто однажды стал замечать, что в храм многие люди начинают приходить с сугубо житейскими вопросами о взаимоотношениях в семье, о внутренних настроениях в себе самом. У меня было такое ощущение, что если у меня будет инструментарий, техник и слов, которые я могу такому человеку сказать на их языке, на языке, может быть, психологии, то, возможно, получится быть мостиком. Потому что у меня есть, например, люди, с которыми я веду беседы или консультации, они впоследствии крестятся. Очень часто к православному психологу приходят, чтобы избавиться от детских обид. Но не прожив это же чувство и не простив своих родителей, психолог вряд ли поможет. И, наверное, самое для меня сложное было принять, что родители ни о чем не жалеют. Вот тогда супруг тоже мне сказал такую фразу, что мы думаем, что нам дали 20%, а для них эти 20 – это были 100. И мы должны это учитывать, что они сделали все, что могли. Это был их максимум. Есть заповедь по почтению родителей. Наверное, не зря это единственная заповедь, которая обещает что-то. Обещает то, что почитай родителей, и ты получишь и на земле, и вечной жизни благо. Наверное, это действительно самое сложное. Но иногда раны настолько глубоки, что проявить христианское уважение нет желания, а простить нет возможности. Психологии мало. Здесь нужна вера, нужна какая-то благодать и молитва за них. Когда ты молишься за родителей, Господь как-то это устрояет так, что у тебя получается их простить. То есть психология, она как бы склеивает разбитый сосуд, а вера, она его наполняет. То есть наполнить можно, по сути, в миру чем угодно, но только Христос может этот сосуд наполнить и осветить его своей благодатью. После того, как я стала психологом, я поняла, что вообще наше тело, по сути, это храм Божий. Как мы к нему относимся, как мы о нем заботимся, нам легче даже молиться и делать какие-то дела, когда мы себя хорошо чувствуем. Ну, ведь это логично. Стретчинг для Матушки Марии не только растяжка, дающая физическую гибкость. Она стала замечать, что и в жизни этот вид спорта ей помогает быть более гибкой во всем. Инструктор по стретчингу это еще одна профессия Матушки Марии. Вообще душа и тело, они связаны напрямую. И захотелось людям тоже открыть этот мир. И девочки, которые ходят ко мне, они ко мне часто ходят и на сессии, и на растяжку. И они очень благодарны за то, что я связала две эти вещи. Лето – время реализации еще одного социального проекта. Третий год супруги организуют семейный лагерь «Наставники» на берегу озера Увельды. Это такое пространство, где каждая семья может являться наставником другой семьи. То есть мы даем людям возможность проявиться в нем. Каждая семья от себя готовит какой-то там или мастер-класс, или квест, или что-то такое. Вот какую-то свою традицию они выносят для всех. В конце мы служили литургию прямо там, на поляне. Это было тоже, наверное, самым таким запоминающимся моментом. То есть общее дело, которое пережисло, вот такое служение Богу. И это был финал нашего заезда, совместная молитва. Собственно, вся их жизнь – это совместная молитва. Это общее социальное служение во славу Божию. Ссоры и обиды в это служение не вписываются. Ты должен, у тебя есть миссия – отдавать. И что ты отдашь, если ты себя здесь растрачиваешь? Так, Даша, скажи, пожалуйста, что надо в начале отношений? Ну, надо, чтобы один человек любил другого, чтобы любовь была крепкой. Если будет любовь не крепкая, то отношений не получится. Вы друг друга любите, не можете друг от друга отрепиться. Жизнь со Христом, она вообще, в принципе, очень сильно отличается от такой вот жизни мирской, как сейчас модно говорить, гедонизм. Но когда ты с ним, ты, по сути, не отказываешься от этого, потому что твоя душа этого не желает. Если я вызываю в ней ощущение, что мне можно доверять, значит, она за мной пойдет. И вот это состояние тыла, когда ты точно уверен в ней, оно дает огромные силы двигаться вперед в своей деятельности, в своем служении. Это очень важно. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи, мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok